Подагра связана с нарушением пуринового обмена. Пуриновые основания при неправильном обмене веществ, попадая в организм, превращаются в мочевую кислоту, которая откладывается в суставах в виде мочекислого натрия. Подагрой чаще болеют мужчины, так как они часто злоупотребляют мясом, копченостями и алкоголем. Подагра сопровождается приступами боли, которые могут быть спровоцированы длительной ходьбой, охлаждением, употреблением алкоголя и пищи, богатой пуриными. Больных беспокоят резкие боли в суставах в состоянии покоя, движения в них практически невозможны. Наиболее часто поражаются плюснефаланговый сустав большого пальца ноги, голеностопные и коленные суставы. Они опухают, кожа над ними становится напряженной, блестящей, темно-красной. Приступ продолжается несколько дней, затем боль уходит и функция суставов останавливается полностью. Без лечения и соблюдения диеты, активного образа жизни, приступы учащаются. В болезнь вовлекаются новые суставы. В течение 5-7 лет формируется хроническая подагрическая артропатия. Народные средства для нормализации обмена веществ при подагре. Чеснок для лечения подагры. Взять 4 лимона и 3 головки чеснока. Перекрутить через мясорубку, лимон и без косточек. Залить всю массу 7 стаканами кипятка. Перемешать, дать постоять сутки, процедить и пить по 40 граммов перед едой. Один раз в день. Створки фасоли для лечения подагры. 40 грамм измельченных створок фасоли залить одним литром воды. Прокипятить в закрытой посуде на водяной бане в течение одного часа. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Это народное средство применяется как при подагре, так и при ревматизме. Цветки сирени для лечения подагры. 2 столовые ложки цветков сирени залить одним стаканом спирта. Дать настояться в темноте неделю, ежедневно стряхивая. Принимать по 20-30 капель спиртовой настойки 3 раза в день до еды. Это простое и доступное народное средство для лечения подагры. Земляника для лечения подагры. Народная медицина рекомендует при лёгких формах ревматизма или подагры ежедневно съедать утром натощак свежую землянику. По 3-5 стаканов в день. Утром натощак 2 стакана за полчаса до еды. После обеда 1 стакан. И на ночь после еды 2 стакана. Не есть мясо кислого-солёного. Болезнь проходит за полтора месяца. Сабельник для лечения подагры. Сделать отвар. 5 граммов измельчённых корней сабельника на 200 мл кипятка. Пить по пол чашки до еды. Можно сделать спиртовую настойку из корня или стебля сабельника. 250 граммов сухого корня на 500 мл водки. Настаивать в темноте 3 недели. Принимать по одной рюмке 3 раза в день до еды. Лечение сабельником продолжается 2-3 месяца при аккуратном приёме настоев. Это известное и распространённое народное средство для лечения подагры. Диета при подагре. Больным подагрой рекомендуется придерживаться диеты. Это самое главное. Включающий варёное мясо, взрослых животных, рыбу 2-3 раза в неделю. Предпочтение должно быть отдано куриному мясу. Рекомендуются также яйца, молоко и молочные продукты, сыр, овощи, кроме солёных и маринованных. Фрукты, а особенно цитрусовые. Ягоды, кроме малины. Крупы, картофель, щелочные и минеральные воды. Один раз в неделю обязательны разгрузочные дни. Важно поддерживать суточный диорес, около 2 литров, потреблением достаточного количества жидкости. Минеральная вода типа боржоми, нарзан. Апельсиновый сок, разведённый водой 1 к 1. Разведённый 1 к 3, лимонный сок. Отвары с сухофруктов, чай из листьев, брусники, молочно-кислые продукты, ацидофилин, кефир, простокваша, йогурты. Дополнительный приём жидкости до 3 литров в день. Полезен всем больным подагрой. Особенно при склонности к образованию мочекислых камней в мочевыводящих путях. В этих случаях рекомендуется также ощелачивание мочи с помощью бикарбоната натрия или 3-натрия цитрата. 5 граммов 3 раза в день. Курс 5-7 дней. Гипоурикемические средства настолько эффективно снижают уровень мочевой кислоты в крови, что строгого ограничения пуринов в диете обычно не требуется. Тем не менее, не следует употреблять жареное жирное мясо, а особенно цыплят. Бульоны, печень, почки, мозги, тугоплавкие жиры, сало, сардины, шпроты, бобовые, грибы, салат, шпинат, щавель, цветную капусту, ревень, баклажаны, брюкву, редис, сою, шоколад, кофе, какао. Больные подагрой должны полностью отказаться от алкоголя, прежде всего темных сортов пива, портвейна и хереса. Есть побольше яблок, лимонов, крыжовника, сельдерея.